Для приготовления супчика с фрикадельками по моему рецепту вам понадобится фасоль. Фасоль промываем и на ночь замачиваем. Фасоль выкладываем в кастрюлю, которой будем готовить суп. Заливаем водой, доводим до кипения и готовим практически до полуготовности фасоли. Для зажарки нам понадобится небольших полтора буковицы, которые нарезаем полукольцами или чверть кольцами. Также для зажарки нам понадобится одна морковь, натертая на тертке. Для фрикаделек нам понадобится пол килограмма фарша, в моем случае 50 на 50 свинина и говядина. Половинку небольшой луковицы нарезаем мелкими кубиками и добавляем к фаршу. Также к фаршу добавляем полстакана мытого в нескольких водах риса. Солим по вкусу, а также добавляем чернотого молотого перца, также по вкусу. Тщательно перемешиваем. И на полчаса вставляем в сторону. Подготавливаем кефтельки. Небольшое количество фарша влажными руками скатываем в шарики. И выкладываем на доску. В небольшом количестве подсолнечного масла, несколько минут обжариваем лук. К луку добавляем натертую морковь. Хорошенько перемешиваем и так готовим до полуготовности моркови. Картошку нарезаем удобными вам кубиками. К полуготовой фасоли добавляем нарезанную картошку. За надобностью доливаем воды. И так готовим практически до готовности картошки. Пришло время выбрасывать наши кефтельки. И вслед за кефтелями отправляем нашу зажарочку. Перемешиваем. На тертке натираем один плавленый сырочек, но должен быть потвердее. Сырка можно и два. Добавляем несколько листиков лаврушки. И хорошенько перемешиваем. И в таком виде готовим до готовности кефтелей. И только в конце досаливаем по вкусу. Также перчим по вкусу. Добавляем рубленой зелени. В моем случае петрушка. Тщательно перемешиваем и наш супчик готов. При подаче к столу также посыпаем рубленой зеленью. И приятного аппетита! С вас лайкос, подписка на мой канал. Как всегда с вами был Мишаня. Всем приятных просмотров и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok